Привет всем! Это TheGhostCage и это канал JPlay, чуть не забыла сказать, да? В общем, что у нас здесь? Мы продолжаем... Так, где? Не понял? Ага, вот это вот, все правильно. У нас хастилити 17, мы, короче, должны тут продолжить. Точно, мы остались... У меня есть подозрение, что наше вот это привидение, это пацан упавший... Это выглядит как старый дисьюст, наверное, неиспользуемый колодец. Я не думаю, что в нем есть какая-либо вода. Нам нужна лестница, чтобы спуститься и убедиться, что там труп 12-летнего пацана. Ну, точнее, уже скелет. Бревно какое-то. Воу, это LockedBed. Что-то там. Lots of ants, spiders. А, какие-то муравьи, пауки и другие насекомые живут в этом бревне. Не подходи к нему. Деревце с яблочками. Ты что сделала? Ты где? Что там под ним? Вот это вот что? Это Teddy Bear здесь. Ну так забери его. Выглядит как маленький Reggie After Having... Что-то там. А, выглядит так, как будто бы он был здесь за дверьми, наружу, очень давно. Но использовать, наверное, он принадлежит Дориану. Давайте возьмем его. Короче, мы нашли мишку у Дориана. Это где? Инвентари наш. Teddy Bear. Да, давайте ему предложим, положим ему. Она ничего не говорит. Так, хорошо, пошли в домик. А он в домике живет в этом или он у себя там живет? Ну, пошли. Залезай. Ну, ты что, застряла? Я догадываюсь, Дорин и миссис Хаббард использовали это для игр. Этот домик на дереве. Немножко разрушен сейчас, но должно быть много удовольствия было здесь проведено в прошлые дни, в прежние дни. Там что-то за сеном. Это какая-то кровать. О, бук, спрятанная книга под ней. Давайте возьмем ее. Что-то книга. The handwriting is a little. Что-то там... Что? А это дневник. Совершенно секретно и приватно. Не читать. Выскребано на нем. Ну, конечно же, мы прочтем. Мы хотим знать, что там. Давай читать. Давайте посмотрим. Посмотрим. Это займет целую вечность. Что-то прочитать. Она без нас читает. Сейчас она нам скажет что-нибудь, да? Мне интересно, это не повлияет на нашу с ним дружбу? То, что мы прочитали дневник. Он, может быть, расстроится. Скажет, пошел в жопу коза. О, этот дневник хранит секрет Дориана. Он был очень близок с несколькими детьми, которых звали Оскар и Мина. Мина должно быть миссис Хаббард, я думаю. А Оскар кто? Звучит так, словно он был очень... Кто? Мишевиус. Что такое Мишевиус? Ой, дайте прочитаем. Давайте сейчас, я секунду. Ой, как все это тяжело. Так, как это слово написать-то, чтобы было правильно? Что такое ты будешь делать-то? Злорадный. Да иди, твою мать. Это злорадный. Злорадный и любил... И любил пранки над людьми. И его родители всегда... Сколдин хим. Ну, наверное, ругали его. Но он написал здесь, что знал, что они его любят. И звучит так, что он любил их тоже очень сильно. Кажется... Все были счастливы. Нет ничего такого идентифицирующего, что он хотел сбежать прочь. Ага. Короче, он людей-то любил пранковать так-то. Плохой мальчик. Но мы и сейчас видим он привидение. Какая-то руб. Это веревка, да? Давайте возьмем ее. Никогда не знаешь, где тебе может пригодиться это. Ну-ка, подожди. Да, веревка. Да это не веревка. Это вообще какая-то удавка. Ну, хотя нет. Так сворачивают веревку, ладно. В норах мышей нету? Нет. Ничего не реагирует. Стульчик. А тут ничего так сказать и нет. Все, мы все взяли. Ага. Короче, он любил разыгрывать людей. Прямо вот, видимо, по-жесткому. Да, вот эти вот все вот эти вот пранкеры, которые людей до приступа доводят. Приводят. Ты сюда не пройдешь? Нет, она не пройдет. А там наверху еще есть что-то? Нет. Ну и как бы ничего такого, что доказывает, что он сбежал. То есть как бы он любил родителей и знал, что родители любят его. Несмотря на то, что они его там ругали за то, что он издевается над людьми. И у нас остается только... Ну, конечно, мы сейчас к бревну привяжем веревку. Как тебя достать-то? Нет, так не работает. Давай зацепим. Нет? Вау! Hotbed Activity. Так, подожди. К дереву? Нам надо залезть сюда. Нет? Так, в смысле? А че? И че? Вот и застряли. Вот и молодцы. Ну-ка, пошли к этой миссис... Как ее там... Звать-то? Мина ее или как? Ну-ка, пошли, сходим к ней и спросим. Слышь, бабка, открывай. Миссис Хаббард! Не хочет подходить к двери снова. Так, а че мне делать-то? Подождите, ничего не понятно. Слышь? Пойти спать? Здорово. Ты знаешь что-нибудь по имени Оскар? Оскар? Хм... Нет, не знаю. А, это вот... Никого, кого бы звали таким именем. В деревне... Или... Соседи в деревне. А ты знаешь, слышь, ты? Голубоволосый. У меня нет для тебя ничего купить. Ты можешь сделать прекрасную работу прежде. Давай еще. Что ты скажешь? Я заплачу тебе 40 долларов. Я, по-моему, уже сделала работу для Эрнеста. Да, да. Я сделала работу для Эрнеста, потому что я помню, он больше платит, чем ты. А ты знаешь какого-нибудь Оскара, в смысле? Я была занята на работе с костюмами для нашей следующей музыкальной экстраваганщины. Я хочу иметь... Создать пиратов, клоунов и даже утку. Реально настоящую. Чего? Если ты закончил исследовать день и готова к конфронтации с привидениями, лучше идти спать. Ясно. Она нам подсказала идти спать. Пойдемте. Других подсказок мне не надо. Идемте спать. Вообще-то я думала, что мы сейчас привяжем к бревну веревку и спустимся в колодец. Но наши забыли немножко тупенькое. Зажечь. Да. Иначе ни черта не видно будет ночью. Пошли. Идти спать. Да. Давайте поспим. Мы сердечко там нарисовали. Да. Звучит так, словно пианино играет. Возможно, я должна пойти и расследовать это. Ага. Пианинка. Это он там рубит на нем. Ну, конечно. Дорого. О, Дориан. Вау. Это потрясающе. Ты умеешь. Ты все еще играешь на пианино. Словно... Разговариваешь со мной. А, он с ней... Он повернулся к ней, разговаривает с ней, но продолжает играть на пианино. В любом случае, я поговорила с миссис Хаббард. Твоим старым другом. И... Это твой медвежонок. Медвежонок твой? О, ты нашла Оскар. А, О... Оскар, это медвежонок. Отдать ему. А, любовь. А сколько тебе лета забыли? Ему 12 тебе. Ты действительно сбежал из дома? Да не сбежал, он там в колодце валяется. Каждый думает, что я это сделал. Но я... Ну, конечно, упал в колодец за домом. И никто не догадался поискать меня там. Я все еще там. Я все еще там! Я все еще там! И, короче, только один из нас останется в этом доме, наверное. И я не могу выбраться. Поэтому уйти придется тебе. Почему нет? И если я выйду из дома, я попаду в лимб. В бесконечность. И я перестану существовать. И я буду существовать, ничего не делая. Так. А здесь я могу рисовать, короче, новую кровь на этой фигне. Каждое утро. Охочусь на новоприхшельцев, которые будут меня здесь оккупировать. Наш уровень хостелити 7. Which is слишком достаточно низкий для того, чтобы позволить мне стать твоим другом. Могу я помочь тебе? Серьезно? Ты первый человек за все это время, который предложил мне помощь. Если ты найдешь мое тело и достанешь мое тело со дна колодца, это даст мне мир. И я... Че? Ну, короче, он сможет уйти, наверное, в мир иной спокойно. Вот это все. Ну, и логично. Как бы, что тут еще думать? Звучит слишком много работы. Да, конечно. Ты вот этим дуракам помогала там. Я на пути. Я уже на пути. Пошли. А ты с нами пойдешь или ты из дома не можешь выйти? Ну все, давай привязывать веревку вот сюда. Да, ты посмотри, какая дура. Выглядит достаточно глубоко и темно там. Я должна... Возможно, мне нужна веревка тоже. Возможно, мне нужна веревка тоже. И какой-то ресурс... К счастью, в моем инвентаре есть все. Естественно, я собирала всю игру тут. Две-три серии собирала. Очень глубоко. И это хорошая вещь, что я захватила веревку с собой. Что так темно-то? Я думаю, я ударилась об дно. Ты поосторожней давай. Это намного больше, чем я думала. Подожди, а как он сводился? Он должен был... Неважно. Давайте найдем тело Дори. Она почему такой огромный, если мы должны были тупо просто... А ты наверх можешь пойти? Вот он! О, я думаю, я нашла его. А где остальное? А подожди, а остатки тела? Там еще должны быть ноги, руки. Похоронили! Я счастлива, что Дори наконец-то постиг мир. И ты нашла его, медвежонка, тоже. Прекрасная работа, Изабель. Идея. Давай я тебе отдам дом, да? Теперь дом больше не нуждается, больше не в призраках, поэтому я могу поднять ренту. Я тебя сейчас выкину в этот колодец, ты понял, говно? Козел. Ты охренел? Я тебе сейчас нового кракена здесь открою. И Изабель уехала счастливая после этого, потому что больше не могла позволить себе этот дом, потому что... А вообще-то надо было с него деньги взять за то, что мы ему помогли. Что-то там больше это не дом с призраками, поэтому она... Что-то там будет скучать по призраку, и теперь, и потом, и что-то там. Free spirit achievement unlocked. Какой-то free spirit активировали, разблокировали. Help the ghost find peace. Конечно, я так понимаю, что есть еще вариант. А, закончилось. Есть еще вариант, короче, с ним не дружить, правильно я понимаю? И, короче, как бы, и что? А что будет, если мы не будем с ним дружить? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Ну, давайте мы будем проматывать тогда, потому что мы все вроде как бы это знаем уже. Давайте проверим дом. Пошли. А, наверное, варианта три. Мы можем сбежать. Мы можем, короче, наверное, это... Мы можем, наверное, сбежать, и мы можем остаться и сражаться с ним, правильно? Выгнать его из дома, к чертовой матери. Ну, давайте. Так, бери лампу. А для чего нам вот эта вот красная кофта была нужна? Мы вообще зачем, с какой целью взяли? Наверное, для чего-то еще. Ну, так давай этот попробуем. Выглядит свежим. Это выглядит как кровь. Счастье ушло. Так, хорошо, давай. Бери. Да бери эту. Бери, говорю. Так, наверх можно? Она скажет, что нет. Давай пошли спать. Так. Зажечь надо. Пошли спать. Да, давай. Это никак не пропустить, да? Она его не увидит в первую ночь, по-моему, да? Шо это? Я чувствую что-то. Ну, давайте будем пропускать это. Сик с ним. Она в темноте ничего не увидела. Иди спи дальше. Так, сейчас мы первым делом, значит, короче, забираем... Да-да-да, все, пошли вниз. Забираем, короче, первым делом спички. Я не знаю, надо ли разговаривать с этими людьми. Ну, давайте попробуем пообщаться с ними. Привет, Изабель! Вот у нее все пошло. Призрак! А я не позволю. Мы можем стать друзьями. Нет. А я не могу здесь больше остаться. Мне кажется, это самое простое. Я не уеду! Это мой дом! Охренеть! Это призрак. Я желаю тебе что-то там. Ну, короче, понятно. Я живу неподалеку. Всего доброго. Если что понадобится, обращайся. Счастье 50, Ужаса 55. Ужас, кстати, смотрите, убавился резко сразу. Или мне так показалось? Так, пошли. Иди быстрее. Ой, вообще прям. Ну, прикольная игра. Мне так нравится. Она такая необычная. Ну, как необычная? Пиксельная игра. Ну, я необычная, в смысле... Прикольная, короче. В ней ничего такого сложного, ничего тяжелого, как бы. Но... Даже сюжет... У нас особо обычный сюжет, избитый. Я сделаю... Звучит... Как тяжело. Ну, ладно, давай сделаем. Без разницы. Какая разница вообще без этого? Давай купим спичек всех прочих. Все, на, пожалуйста. 60 баксов. Все, дай мне. Да. Спички. Ага. И вот этот вот очиститель, отбеливатель. Мы сейчас сотрем это пятно. К чертову матери вообще. Нечего в нашем доме мусорить. Че? Прости, я уже там поработала, но других отстань. Так. А мы можем ему еще костюм клоуна дать, да? Напугать его. Так. Эрнест сказал, что кровь появляется наверху. Да, да, да. Мы все это знаем. Побежали. Давай сотрем его к чертову матери. Почистить это. Давайте используем отбеливатель. До свидания. Все чисто. Больше не подходи к нам. Счастье прибавилось. Ужас. Ужас прибавилось. Пошли спать. Нет, давай зажжем. Да, зажги. Пошли спать. Идти спать, да? Ее можно пройти, в общем, мне кажется, минут за 15. Снова. Я слышал что-то. Идет, 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 идет. Здорово. Бу! Ну-ка пошел к черту, урод. Кто так говорит со мной? Я из 17 века привидений. А, ты из 17 века или откуда? В любом случае, это мой дом. И я буду тебя троллить до тех пор, пока ты не исчезнешь. Кто еще кого будет троллить, слышь ты? Чудо кусок. Я думаю, все прошло хорошо. Все замечательно. Я думаю, мне надо поспать. Ну-ка, спи. Нарисовал снова, смотри. Ну-ка, давай стирать. Давай. Почистить, почистить, почистить. Вот так вот. Давайте сходим, очистим все. До свидания. Все чисто! Я покажу этому призраку, кто в доме, босс. Пошли. Так, нам нужен ключ от чердака. Вот этот вот нам должен дать чувак его. Давай. Вообще, 12-летний пацан, он же сейчас заплачет и просто убежит вообще обратно к себе к этому. Здорово, вот ключ от чердака. Ты проделала прекрасную работу. Давай сделаем, давай-давай. Кракена опять пойдем убивать. Хорошо. Знаешь, сколько ты нам должен денег за это? А ты нас выселил из дома, потому что поднял ренту, козел. Вообще, мы могли бы на ренту зарабатывать ему раз в день, вот это вот поднимая, там сколько сказал, за 200 долларов, а нам по 60 он давал за каждую уборку. Мы могли вполне спокойно себе на месяц. Три раза убрались у него в доме, и все нормально. Как бы никаких проблем. Мне кажется, все отлично. Так, что тут? Что надо делать-то? Меч! Вот, меч взяли. Ой, уходи. Так, книжку не будем менять, перебьется. Все, пошли. Побыстрому, побыстрому. Мы все это уже видели, в принципе. Что застяло? Зажги. Да, пошли. Да, иди спать. А у нас не при себе, что ли? Лампа. Масло. Масло надо вниз, вниз пойти. Где-то здесь масло. Замечательно. Вот тут вот мы масло брали. Да, точно. Все. Нормально. Все вспомнила. Мы в самый первый момент взяли мыши в этот раз. Мы пошли осматривать дом. Вот. У нас все есть. Пошли спать. Так. Что скажешь на этот раз? Спим. В доспехах. Яйк. Звучит ужасно. Ползет, ползет, ползет. Ауч. Тупые доспехи. Ну-ка. Что он теперь скажет? Как ты смеешь в моем замке? Вообще, это не замок, а просто особняк какой-то. Так, вот. Угрожать оружием. На. Ааа. Он. Где ты взяла этот мяч? Он выглядит слишком опасно смертельным. Я всего лишь шутил. Насчет драки. Ааа. Я так устал. Эти доспехи так тяжелые. Ааа. Я вернусь следующей ночью. Я только что вспомнила. Я все отправил в стирку. Завтра я буду снова в своей рубашке. Я думаю, рыцарь был напуган. Вполне. Подождите, это наша хастилити или это его хастилити? Это, я думала, что-то мы боимся. А это, оказывается, он боится, получается, да? Или нет? Я. Костюм. Может быть, я могу найти один костюм? О, да. Добавь костюм. Вот. Мы все-таки сможем. Так, давайте сотрем это пятно опять снова. Будем стирать ему каждый вечер. Каждую ночь. Опять появилось. Почисти его. Пойдемте возьмем костюм пирата на этот раз. Ой, не пирата, в смысле клоуна. Все, бросай это все. Пошли. Ой, вообще, прям сейчас будет страшно. Так. Ну-ка. Здорово, костюм дай. Привет, меня зовут Рози. Что-то у тебя там есть. Костюм клоуна. Вот тебе костюм клоуна. На, радуйся жизни. Так, слышь, я почти выгнала у тебя этого, придурка. Что опять тебе? А, ты опять хочешь, чтобы мы поработали? Я думала, мы опять с тобой пообщаемся. Ну ладно, хорошо, пошли. Все, иди. Мы столько денег заработали на нем. Он все просто... Слов нет. Побежали. Ты в смысле? Ты упала, что ли? Так, давай. Пошли спать. Сейчас он скажет, я ненавижу клоуна. И побежит плакать. А мне к маме. К маме он не сможет побежать, потому что мам-то уехали с папой. Хотя они, возможно, уже мертвы. Там, получается, вот эта девочка юная, да, она уже старушка, значит, родители его точно уже мертвы. Костюм клоуна. Давай. Ой, прекрасно. О, какая ты. Это потрясающий костюм. Я не могу дождаться, когда привидение увидит и среагирует на меня ночью. Я буду сидеть здесь на кровати и ждать, пока он придет ко мне. Капец, такой костюм даже я испугалась бы. Ужасный просто. Сейчас он просто убежит и вообще улетит в стратосферу. Я реально желаю, чтобы ты прекратила здесь находиться, уходи из моего, прекрати стирать мое, это, пятно. О, ты наконец-то здесь. Как тебе нравится мой костюм? А-а-а! Я ненавижу клоунов. Они такие ужасные. Иногда мне кажется, что они просто действуют на нервы. О, я не знала, прости. Я знала. В любом случае, посмотри на меня. Я сделал стирку вчера, и теперь я выгляжу, как настоящее белое привидение. И я вполне заполнен и чист, поэтому я не буду бегать по стенам, по каминам, чтобы стать слишком грязным. Чего? О, хорошо. Что-то там middle of night, середина ночи. Но неважно, поэтому я могу спросить тебя, что ты здесь делаешь, собственно. Я здесь живу. Иногда происходит так, куда делась музыка. Когда мне было 12, мои родители покинули дом, и я вынужден, я не могу уйти куда-то еще. А, так мы в любом случае как бы снимем это. Я думала, мы его сейчас прогоним только так, он пятки будет сверкать. В любом случае, достаточно разговоров. Увидимся завтра ночью, как обычно. Должна изучить что-то об этом привидении ночью. Возможно, я могу спросить Эрнеста, лендлорда. Все, ложись обратно спать. Подождите, я думала, мы по-другому можем развивать. Мы при любом раскладе все развивается так, что мы, короче, как бы, ну, можем его спасти, освободить. Просто мы с ним подружимся или нет? Вычтите это. Все чисто. Она с таким этим лицом это говорит. Вы видели, у нее лицо какое-то, смотрите, преображается. Так, слышь ты. Счастье-то у нас, смотри, какой ужас. Со 7-8. Может быть, это не ужас? Может быть, я неправильно... Ой, ты что, ты что? Очень, что-то там. Да, доставка сегодня, ну, я... Давай ему 50 заплатим, на. Прекрасно. Вот тебе доставка, козел. Я просто с ним не общалась до этого. Может быть, он не захочет заменьшить деньги. Поэтому, ладно. Миссис Хаббард, здорово. Открывай дверь. Вот тебе 20 долларов. Ну, за 30 посчитай. Че? Я не слышала это имя так долго. У нас только было времени. Ля-ля-ля, тополя. Так, нам дали топор. Нам все дали, вот это все. Побежали. Так, ага. И че? А у нас там есть вариант читать или не читать, да? Дневник. Ну, не прочтем, и че будет? Нам, собственно, не особо-то еще дало чтение этого дневника. Пошли наверх сразу. Ну-ка, давай. Ну. Ну, алло. А если мы не подберем плюшевого медвежонка, че будет? Не читать. Там что-то было вот в этой тумбочке? Не помню. А, веревка. Веревка, точно. Ну, давайте. Я просто не понимаю немножко уже, к чему все ведет. Пошли спать. Иди давай в дом. Так, хорошо. Я просто думала, мы реально как-то тут будут сражения с ним или что-то еще в этом роде, но непонятно. Да, зажги и давай спать. Что будет без медвежонка, интересно? Пианино играет. Красивая такая музыка, кстати, играет. Здорово. А, Дориан. Вау. Прекрасно. Ты играешь на пианино. В любом случае. Ага. Что это значит? Ты вс... Что это значит для тебя? Ты все равно мне... Ты меня не любишь, короче. В любом я останусь здесь, пока кто-то из вас... Один из них уйдет, мы уже слышали. Why not? Почему нет? Да, я брожу по дому, я в Лимбе. Несмотря на наши... Разногласия, мое счастье реально выше 100%, поэтому, может, мы можем помочь друг другу? Да, в любом случае. Наша... Че? Наша хостилити слишком плохой. 78, я никогда... Кто был бы так активен, пытался бы сражаться со смертью. Че-то там, ничего не понятно. Че надо делать? Давай сделаем это. Я уверена, у меня получится. Чего? Че случилось? Почему она зеленая сегодня? Краска кончилась красная. О, это действительно тяжело найти реальную кровь в наши дни, поэтому я использовала зеленую краску. Хм... У меня есть идея. Какая? Та-да! Это цветочек! Я думаю, что ты немного не поняла концепцию пятна кровавого. Да? А, подождите, я поняла. Мы, короче, с ним остались вдвоем в доме. Это было слишком сказать, что Изабель и привидения жили счастливо в этом доме, но все-таки... Достаточно, короче, они достаточно мирно продолжили существовать. Она получала, короче, за малую ренту свой дом. Этот спокойно там жили. В общем, они рисовали каждый день кровавые пятна, не искрой. Получено достижение Team Spirit. Командный дух. Дух... Команда привидений. А вообще-то, это как бы, знаете, что? Это как-то вот что-то, что-то как-то так. Ну, это прекрасная, добрая игра. Да, смотрите, при любом раскладе у нас хороший финал получается. Давайте попробуем последний вариант. Ну, я так понимаю, что это последний вариант, другого нету. Здорово, я проверю дом. Пошли. Ничего не будем проверять, мы пойдем спать. Пошли спать. А, идти спать? Подожди, пятно, пятно, проверь пятно. Проверь пятно. Кровь! Кровь! А для чего же нам вот эта красная штучка-то? Подожди, не, я так и не пела. Для чего? Для чего? Она нужна? Ну, ладно. Хорошо, пойдем. Давай поспим. Так. И мы сейчас попытаемся сказать этому лендлорду Эрнесту, что типа, пошел ты знаешь куда со своим таким домом в одном, сплошные призраки, иди ты, у меня счастье улетело. Че это? Ой, оно прямо в ухо стоит нам и дышит. Я чувствую, кто-то дышит мне прямо в ухо, но я ничего не вижу. Ужасно. Ушло счастье вообще в ноль. Ну не в ноль, ладно, 60. Да, надо продолжить спать. Ще, что за отважная баба? В любом случае, пора вставать. Так, пошли. Так, Эрнест, здорово. Слышь ты, ты че мне дом-то продал с чем? Верни деньги. Все, улетело. Привидение. Так. Ну да, у нас начинается уже, смотрите, с 50 или с... В смысле, с 50 начинается, мы можем либо вниз, либо вверх пойти. И если у нас хостилити будет невысоком, мы просто не сможем им помочь перейти в мир иной. И все. Я не могу здесь остаться. Слышь, сам живи в таком доме. Чекане. Да. You know why I can't rent this house. Вот, теперь ты знаешь, почему я не могу сдавать в ренту этот дом дороже. Кто же знает. Кто знает, может быть, когда-нибудь я узнаю, как избавиться от призрака. Я живу по соседству в деревне, но я делаю покупки в генеральном сторе, а теперь, если у тебя есть еще... В смысле? Верни деньги, козел! Ты урод. Отдай деньги, я пошла. А нет варианта, что она сбежит из дома, да? Алло, верни меня. Изабель, прекрасный день сегодня, нет? Кстати, один из моих домов... Ты что, охренел? Я подумаю над этим. Я, извини, я занята. Подожди, а в смысле не будет варианта, что мы сбежим в ужасе, в крики? Значит, не будет. Ладно, тогда давайте остановимся. Собственно, в смысле остановимся. Закончим. Мы закончим на этом, потому что мы сделали, что могли. Дайте, как нам выйти? А выйти не как, да? Вот, главное меню. Пойдемте. Вот она. Ну, мы прошли игру, у нас, получается, две концовки. Я не нашла концовку, когда она сбегает. Я еще не уверена, есть ли она или нет. Это было просто мое предположение. Я думала, что после третьего выбора в разговоре с Эрнестом, вот это вот, ааа, я не могу здесь остаться, я думала, что она убежит из дома. Но нет, мне так нет, как бы, прекрасная, милая, забавная игра. Вот, и мы ее прошли, и я надеюсь, вам понравилось с моим кривым, косым переводом. Я уверена, что мы не все перевели правильно, но думаю, что большинство все-таки мы смогли перевести правильно, и суть основную мы уловили. Я постаралась вам это донести, как смогла. Там, значит, под видео будут всякие ссылки, короче, что-то там такое. В общем, если понравилось, ставьте всякие лайки, спасавшие жизни гладиаторам. Если не понравилось, просто идите мимо. Все, спасибо, что смотрели. Всем пока!